29 октября к Всемирному дню борьбы. С инсультом медики проводят массовые консультации. Как же предотвратить эту болезнь? Ведь инсульт молодеет. Если раньше врачи говорили о том, что это болезнь людей за 50, то сейчас бывают случаи и в 20. Медики подчеркивают, такая тенденция спровоцирована не только безалаберным отношением к своему здоровью, но и незнанием большинства людей элементарных правил. Еще раз хочу акцентировать внимание, что обучать нужно не только медицинских работников, но очень важно всех жителей нашего города, нашей страны обучать элементарным навыкам. Как предотвратить и в случае, если случилось, что делать дальше. Именно поэтому, допустим, у нас в центре мы проводим школу пациента, где мы обучаем наших пациентов вот этим элементарным навыкам. Также врачи уверены, инсульт – это не только медицинская и социальная проблема, но и экономическая. Неоднократно проводились исследования, сколько же средств выделяет государство на борьбу с этой болезнью. В 2017 году было проведено изучение о том, как влияет заболевание инсультом на экономику разных стран. В 32 странах было проведено это изучение и выявлено, что 60 миллионов евро за год ушло на лечение и различные вопросы, связанные с оказанием помощи медицинской больным с инсультом.